итак давайте на примере встроенного лоджик дела и ты делай рассмотрим основные параметры любого дела и в принципе дела и достаточно легкий эффект сильных каких-то отличий у разных производителей плагинов вы не найдете то есть принципе параметры все плюс-минус одни и те же основная основной параметр собственно сам delay то есть то насколько у нас будет задержан следующий повтор из второй параметр по важности это фидбэк то есть сколько повторов у нас будет то есть фидбэк как я уже говорил это вот это собственно цепь обратная цепь когда у нас сам повтор подается сам на себя еще раз повторяется то есть как бы у нас произошел первый повтор то есть когда у нас фидбэк стоит на нуле мы услышим только одиночный повтор давайте послушаем так сейчас я выключу второй плагин то есть мы слышим только одиночный повтор он может быть любого времени но он 11 и вот если мы хотим создать такой эффект типичный когда у нас несколько повторов для этого существует цепь фидбэк то есть когда вот этот сам уже повтор отправляется опять на дилей к нему подвешивается еще один повтор опять отправляется на дилей и так далее и вот сколько раз это петля эффектов будет работать у нас отличает параметр feedback сейчас она достаточно большая можно конечно его очень сильно усилить и у нас каждый следующий повтор будет громче и громче и громче до тех пор пока у нас не уйдет в перегрузку потому что у нас каждый повтор будет все громче и громче и громче пока не упрется в потолок но иногда это тоже такой интересный эффект таким образом можно делать такие какие-то спецэффекты когда у нас эхо становится громче чем исходный сигнал но это уже реже это скорее такая художественная обработка но для пространственной достаточно просто нескольких повторов чтобы создать такой некий эффект эхо ну и соответственно по умолчанию у нас как правило вот это время дела я привязана к темпу проекта но можно вот вязать можно задавать это в миллисекунду ну либо привязать обратно и все-таки выбирать значение в конкретных длительностях в принципе это самые основные параметры которые есть у любого дела я абсолютно то есть у нас это само время дела я это фидбэк и конечно соотношение сухого сигнала и обработанного так как у меня здесь плагин сейчас установлен в insert то есть на вход на сам на саму линейку с сигналом то у меня здесь сто процентов драй то есть сто процентов исходного звука сухого необработанного и к нему я уже подмешиваю по громкости сам вот этот делай точнее все вот эти повторы которые генерируются таким образом можем делать повтор громче или тише ну думаю это понятно то есть это такие основные параметры любого дела и следующие такие дополнительные параметры это уже к примеру фильтр то есть мы можем сделать так что повторы у нас будут более фильтрованные такие скажем по частотам нежели самый исходный звук то есть звук может быть полноценный по всем частотам от низких до высоких а вот повторы которые генерируются они уже будут скажем так с таким эффектом дампинга если вы помните из разделов ревербератором там нас это было что хвост ревербератора у нас по каким-то частотам обрезанный например по высоким и это создает такое ощущение что какое-то пространство абсорбирует какие-то определенные частоты то же самое сделаем можно сделать благодаря фильтру то есть когда сами повторы у нас чуть отфильтрованы это во первых помогает в миксе чтобы делай более чисто и четко звучал не мешая в других частотных зонах и это добавляет такого своего психо такой психоакустического эффекта когда у нас тоже получается что вот эти повторы в каком-то неком пространстве с какими-то абсорбирующими свойствами находится это тоже очень порой интересно изучить давайте послушаем и нам понимать что каждый следующий повтор если мы используем вот эту цепь фидбэк у нас еще и больше и больше больше проходит через этот фильтр таким образом кажется еще повтор более зафильтровывается попробуй поставить быстрее то есть очень интересный эффект наверняка часто его слышали в танцевальной музыке и в поп-музыке то есть как каждый делай каждый повтор так чуть фильтруется это тоже очень важный параметр в любом дела и эффекте когда можно отдельно вот эти вот самих повторы отфильтровать по каким-то частотам то есть какой-то оставить диапазон конкретный срезать высокий срезать низкие либо срезать только низкие только высокие и так далее друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тиньков банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом далее уже начинаются дополнительные параметры как правило это функция модуляции то есть когда мы можем модулировать время повторов то сейчас у нас время фиксированная абсолютно в данном случае вот здесь написано в текущем темпе с такими настройками у нас где-то примерно 260 миллисекунд но мы можем сделать так что у нас каждый повтор будет чуть-чуть плавающий по времени то есть один будет чуть раньше чуть позже и в данном случае нас как вы видите это тейп delay то есть это эмуляция того самого тейп дела и которым я говорил в прошлом виде видео дело в том что пленка у нас бывает воспроизводится не прям супер идеальной скоростью то есть у нас пленка может чуть-чуть плавать и вот эти головки записывающие считывающие могут тоже влиять на саму пленку из-за этого у нас каждый следующий повтор может чуть-чуть какой-то опережать какой-то запаздывать и это создает тоже такой интересный эффект плавающего питча то есть из-за того что пленка сама плавает и у нас частота сигнала и его скажем так высота у нас меняется в реальном времени и вот например здесь в секции модулейшн можно это воссоздать то есть нас есть это лфо рейд это то с какой скажем так частотой у нас плавает темп каждого повтора скорость а это интенсивность то есть на сколько миллисекунд грубо говоря в процентах у нас будет вот вот этого этой длительности плюс-минус плавает м то есть то быстрее будет то медленнее вот давайте послушаем как это звучит то есть слышно что у нас каждый повтор то повышается то понижается это тоже такой эффект пленочного дела и он иногда тоже очень классно работает в миксах то есть когда повторы у нас чуть-чуть меняются по питчу это очень бывает интересно звучит flutter и рейд и flutter интенсити здесь это имеется ввиду тоже как бы особенность пленки когда у нас пленка может чуть-чуть зажевываться и вот то с какой частотой это происходит и насколько сильно определяет вот эти вот параметры также есть всякие дополнительные параметры типа характера самой пленки того как работают вот эти головки для записи считывания но это уже такие частные параметры для модулирования конкретного эффекта то есть других плагинах этого может не быть самые основные мы рассмотрели вы можете загрузить любой из своих любимых дилеев посмотреть их но уверен что здесь никаких проблем не будет здесь принципе каждое название говорит само за себя и здесь все более понятно ну что же давайте следующем видео рассмотрим самые популярные плагины и дела различных производителей и различных типов и и и